Христос воскресе, друзья! Хочу сегодня рассказать про пару вещей, что можно делать, если ты не успеваешь на Светлой Седмице, которая у нас уже перевалилась за экватор сегодня, если ты не успеваешь ходить в церковь и причащаться. Но перед тем, как я эти пару вещей скажу, я хочу напомнить, что все-таки, если у вас есть такая возможность, то, конечно, сегодня я был в храме, и батюшка рассказывал, что Светлая Седмица – это как один большой день Пасхи, один большой светлый день, и нет другого праздника, во время которого один и тот же темп, ритм, особенность литургии повторялась бы в течение целой недели. Но у нас происходит именно так. Каждый день крестный ход, каждый день перед этим литургия, очень быстрая, веселая, радостная, просто как миг она пролетает. Не надо поститься, не надо читать там даже три канона, которые иногда нас смущают. Можно там, либо один пасхальный читают, да, обычно, короткий, тоже веселый, радостный, либо там мы его на богослужении поют, можно послушать внимательно и так далее, и так далее, и так далее. Все для того, чтобы мы были в храмах. Помните, я говорил, что есть правило церковное, собора, что нужно быть в храме всем христианам, всю эту неделю находиться в храме, причащаться, петь и радоваться. Помните, я говорил, что даже супружеские отношения запрещены, да, в эту неделю по той причине, что не потому, что просто захотелось запретить, а потому что тут даже не запрет, а смысл в том, что если ты причащаешься, то ты не можешь этого делать. Поэтому радость более духовная. Это не обжираловка, это не возвращение к телевизору, там, да, и к контакту еще куда, там, к Ютьюбу, который мы смотрели до поста слишком много. Это именно один большой радостный пасхальный день в течение всей Светлой Седмицы, который мы проводим в храмах. Но что делать, если в храмы мы пойти не можем, если утром мы работаем с восьми, и в нашем городе ранних литургий нету? Как быть? Как быть, что делать? Ну вот, во-первых, можно, начнем с самого такого длинного, можно сходить на вечернее богослужение. Вот в большинстве храмов, хотя, может, не в большинстве, но где-то, помимо литургии, вообще, как обычно, служится вечерняя служба, вечерняя и утренняя. Иногда она служится прямо до литургии. Вот, например, литургия в восемь утра, а до нее с семи утра идет вечерняя и утренняя, пасхальная. Но чаще всего вечерняя и утренняя служатся вечером, то есть после работы вы можете заглянуть в храм, где происходят очень тоже недлинные, очень радостные, веселые богослужения с пасхальным каноном, с различными песнопениями, со стихирами Пасхи, которые священник поет, ходя вокруг престола и каждая его, где врата открыты. Мы как бы попадаем в рай, когда входим в храм на Светлой Седмице, и не надо от этого убегать. После работы забегайте в храмы, стойте, сколько успеете на этом богослужении, которое длится от получаса до часа, и радостно возвращайтесь домой к родным. Если даже на это нет времени или нет возможности, то можно, например, дома петь пасхальный канон. Именно петь можно, если не умеете его петь, то включить там на ютубе запись, послушать, как поется первый раз, потом самим попеть пасхальный канон. Время чтения, пения пасхального канона, ну 15 минут от силы, 15 минут, 15 минут в день. 15 минут в день, которые могут нас... Вы в трамвае едете на работу, да? Почему бы не спеть пасхальный канон? Ну, очень красивое гимнографическое произведение, которое нас... Которое хвалит и Пресвятую Богородицу, и Христа, и Победу Христа над смертью. Ну, очень здоровское пасхальное произведение, без которого сложно себе представить Святую Седмицу. Вот его можно читать, петь, вернее, если мы не успеваем ходить в храм. В трамвае петь можно не громко, а про себя. Вот дома можно прямо зажечь красную свечу аккуратно и спеть погромче. Если даже 15 минут у нас нету, то давайте мы хотя бы... Даже те, кто, допустим, не молится утренним и вечерним правилам, те, кто молится, они и сами знают, давайте читать пасхальные часы. Вот пасхальными часами заменяются утренние и вечерние правила, утренним и вечером молитвы христианина. Пасхальные часы, время их пения, опять же, пения, а не чтения, ну, от силы 5 максимум, максимум, если вы будете петь всей семьей, там, папа на басу, там, не знаю, мама повыше поет, дети совсем подтягивают, фальцетом, может быть, как-то красиво сейчас сможете, будет 10 минут, а так минут 5-7. 5-7 минут утром, 5-7 минут вечером. И опять же, вот это настроение Пасхи, вот эта радость, славление воскресшего Христа пройдет вашу жизнь. Еще что очень можно, что важно и что можно сделать. Читайте Пасхальные Евангелия. Каждый день в Светлой Седмице читаются определенные Евангелия, и мы можем их найти в приложении там Православный Календарь, либо еще где-то там у себя в книжечках. Их же можно читать. Читать Евангелие. Почему нам сугубо не почитать Евангелие вместе с Церковью, Светлую Седмицу? Конечно, надо. И апостолов, Деяние. Почему бы не почитать? Конечно, надо почитать. Вспомнить, прочувствовать, каким же образом воскресение Христа изменило жизнь, изменило его учеников, и начало изменять мир, как закваска, которая потом всквасят все тесто. Читать Евангелие. Смотрите, самое лучшее – ходить в храм и причащаться, если вдруг не можете, ходить на вечернее богослужение, на короткое, если вдруг этого не можете, петь Пасхальный канон, если даже этого не можете, петь Пасхальные часы. И плюсом ко всему этому по возможности тоже добавлять Евангелие, которое читается на богослужении и Деяния Святых Апостолов, которые тоже каждый день разные читаются на богослужении. Вот то, что мы можем сделать, чтобы хоть немножко исполнить ту обязанность христианина и даже и не обязанность, а то благословение Церкви, то благословение Христа для каждого из нас, которое нам донесено в церковных постановлениях, церковным преданиям, церковной традиции, пребывать в храмах, радоваться, весь, всю неделю, как единый день. Великая неделя сейчас идет. Великая неделя была страстная и Великая неделя светлая. И если вы держали страстную седмицу, в смысле, держались внутри нее там, да, и старались прям максимально ее прочувствовать, то не забывайте, что светлая седмица не уступает страстной седмице и что мы, что вот это время мы должны выделить для Бога в году. Ну, даже странно об этом говорить. Ну, странно говорить там, да, иди там съешь торт, потому что, ну, надо уж съесть торт, потому что там у кого-то день рождения. Или там, ну, то есть, это радость, это радость, это открытые царские врата, это вхождение в Царство Небесное. Насколько возможно для нас в этой жизни? Как можно говорить об этом, как о долге? Даже странно. Поэтому это наша святая обязанность и святая возможность, которой нет у миллионов других людей, неверующих, некрещенных. Давайте ей пользоваться, про нее не забывать и не оставлять ее за бортом своей жизни. Христос воскресе!